МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальные блага, те удобства, которые среднестатистическому жителю планеты дарит прогресс. Горячая и холодная вода в доме, свет, газ, интернет, комфорт и никаких лишних хлопот. Но за хорошую жизнь нужно платить. И как же сложно обывателю, ежедневно устающему от суеты большого города, помнить и о сроках уплаты за коммунальные услуги и об их стоимости. Разработчики Назарбаев университета, похоже, ответ на вопрос нашли и предложили на суд общественности умный счетчик. Мы начали работу над проектом умного города в Назарбаев университете два года назад. Тем не менее, для правильного и безупречного развития системы умного города вначале нам нужны умные здания, а также умная энергосистема, обеспечивающая отправку или получение данных о потреблении энергии в режиме реального времени, удаленно и безопасно. Это требует, чтобы данные были доступны из любой части страны, следовательно, требуется разработка умных счетчиков. Они призваны заменить стандартные и автоматически отправят показания поставщику энергии, а также на ваш мобильный телефон. Каких-то кардинальных отличий от счетчика обычного у умного нет. Он также создан для фиксации объема потребленных коммунальных услуг, света, воды или тепловой энергии. Разница в умной начинке, с помощью которой становится возможным получать данные в цифровом формате. Умный счетчик на основе интернета вещей, который способен удаленно отправлять данные о потреблении энергии, токи, напряжения, активной и реактивной мощности и коэффициенте мощности, а также рассчитать наш ежемесячный счет за электроэнергию. У разработанного нами умного счетчика также есть домашний дисплей, который может предоставлять информацию для потребителя на местном уровне. Кроме того, информация отправляется в режиме реального времени в облачную систему с использованием структуры интернета вещей. Следовательно, данные доступны через ваш мобильный телефон в разработанном нами мобильном приложении. Умный счетчик можно установить не только в квартире. Работать он будет и на промышленном предприятии. Но сэкономить позволит и производственникам, и владельцам индивидуальных жилищ. Этот прибор работает за счет двух сенсоров, датчиков тока и напряжения, которые мы подключили к микроконтроллеру и разработки алгоритм, который позволяет нам вычислять данные тока, напряжения, мощности и фактора мощности также. С помощью этих данных компании могут в будущем использовать эти данные для того, чтобы прогнозировать электропотребление в стране для более экономного электрораспределения. Дальше этот прибор мы уже будем патентовать на казахстанском и евразийском рынке. Вариантов исполнения счетчиков три. Альфа, бета и гамма. Гамма поможет получать данные и рассчитывать сумму, в которую обойдутся полученные коммунальные блага. Бета, ее разработчики планируют представить уже в ближайшее время, позволит обнаруживать кражи электричества, прогнозировать нагрузку на сеть и поддерживать энергобаланс. Счетчик же оповестит владельца, если объем потребленной энергии будет обходиться ему слишком дорого. Уже версия Альфа способна отправлять и получать данные, отключат устройство потребителя, если он об этом систему попросит. Его главной ключевой опцией является то, что благодаря каким-то определенным датчикам он считывает данные, отправляется на клауд. И далее для более удобного интерфейса пользователя было создано специальное приложение. В этом приложении можно наблюдать такие определенные качества, что является самым привлекательным для пользователя. Это его счет за электричество, который можно увидеть в этом приложении. Более того, как было сказано уже, можно также наблюдать ежедневное использование энергии. То есть ваше потребление является прозрачным для вас. Никто не сможет вас обмануть или превысить ваши счета за электричество. Более того, вы сможете наблюдать ток, ваше напряжение которое и качество энергии, которое приходит в ваш дом. Цифровое все увереннее занимает место в нашей жизни. Его цифра уже помогает нам не переплачивать за коммунальные блага и проверить их качество. Узнать же обо всех подробностях вы традиционно сможете в программе «Цифровой Казахстан».